И всем привет, ребят! С вами Старванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одной интересной теме, о которой я хотел бы вместе с вами поговорить. Это не какого-то игрового плана видос, это больше разговорная часть, которая связана непосредственно с нашей игрой и с тем, что происходит в ней в последнее время. Я не хотел бы, наверное, особо жестко хейтить или, не знаю, негативить как-то, как принято у нас ради каких-то дополнительных хайпов и всего прочего. Но хотел поговорить о онлайне, о том, что у нас вообще, в принципе, происходит сейчас в игре и какие есть определенные трудности и к чему у нас вообще идет игра. Как вы знаете, где-то месяц-два, может чуть больше назад. В игре стабильный онлайн был около 10 тысяч, моментами поднимался до 12, были ивенты, когда онлайны у нас там подскакивали аж до 15 тысяч. Но сейчас средний онлайн на момент лета, начиная с июня и по сей день, крутится в районе 8 тысяч. Это безумно маленькие цифры и я, наверное, хотел бы надеяться на то, что это все же больше связано с тем, что сейчас лето. И большинство игроков, ребят, отдыхают от игры, не заходят в нее, либо вообще просто уехали и не имеют возможности поиграть в нашу любимейшую игру. И это так повлияло время года. Но все равно я не думаю, что это настолько большие цифры, которые потеряли у нас танки за довольно короткий период времени. Определенно это связано, скорее всего, с обновлениями, которые не всем заходят. И игроки теряют интерес играть в нашу игру и, соответственно, потихонечку-потихонечку мы приходим к этой, хотел сказать, замечательной, но далеко не замечательной цифре в 8К онлайна. Это безумно уже маленькие цифры и, ну, откровенно, все начинает смотреться как-то, ну, очень печально. Очень печально с моей стороны. Я уже очень редко захожу, чтобы посмотреть вообще, что у нас там с онлайном и как все дело происходит. Но даже просто играя вечером на стриме, я, делая пати, делая группу, сталкиваюсь с такой проблемой, что в матчмейкинг пикает довольно длительный период времени. Это сразу как бы дает мне понять, что онлайн, ну, реально подпросил и подпросил неплохо. Да, возможно, кому-то просто надоело играть в матчмейкинг и они сидят где-то там в каких-то пробитвах, но я думаю, что и в пробитвах особо ничего такого нету и особо там онлайна тоже много нет. Ну и здесь я бы, наверное, хотел бы сказать, да, почему вот это все дело происходит, да. То есть у многих есть вопросы, кто-то не понимает, кто-то там говорит, как так может быть там, что онлайн так резко падает, в чем проблема. Я думаю, что и разработчики особо там не выкупают за то, что у них вообще происходит, каким образом все это дело влияет. Наверное, думают, что это просто там лето и игроки уехали, и поэтому онлайн так сильно просел. Но я думаю, что здесь очень жестко решает однообразие от разработчиков, да. То есть на постоянной основе у нас в игре появляется все одно и то же. Обычные, дефолтные челленджи. Все ивенты, которые, ну практически все, да, которые повторяются, да, есть сейчас какие-то более-менее положительные моменты, например, с спецрежимами на ивентах, да. То есть там появляется что-то новое, что-то более интересное, что я даже как бы говорю, что неплохо, да, в принципе. Но этого мало, определенно мало. Вводить дефолтные челленджи на постоянной основе, сколько раз я уже это говорил и говорю еще раз, да. То есть вводить на постоянной основе дефолтные челленджи, которые ничем не меняются. Да, это заработок, да, вы на этом поднимаете, но должна быть альтернатива вот этому всему. Если нет альтернативы, то оно просто надоест, просто надоест. То есть невозможно всю жизнь кушать одно и то же, правильно? Вам же хочется что-то другого. Вы, например, там сегодня поели одну пищу, завтра другую, третью. А если вы на постоянной основе едите, там, например, макарошки с котлеткой, да, то они рано или поздно вам будут надоедать. И даже если ты эти макарошки с котлеткой иногда добавляешь, там, с майонезом или, там, с кетчупом, да, в виде изменения челленджа в какую-то там минимальную сторону. Все равно это одно и то же, да, только с дополнительным каким-то ингредиентиком, да. Ну, я максимально просто пытаюсь объяснить. И, понятное дело, что, ну, оно приходит к тому, что игроки просто уходят. Что, типа, им смотреть на эти дефолтные челленджи? Например, есть большое количество игроков, и я в том числе, которые, например, получили все эти скины, получили все эти за последние уровни награды. По большей части у них у всех есть уже те устройства, которые выдаются в челленджах. Им нет смысла, во-первых, покупать его, во-вторых, как-то сильно акцентировать на этом внимание и вообще, ну, делать вид, что он вам нравится. Да, когда у нас начинались эти челленджи, я на двух, бывает, даже на трех аккаунтах выполнял их, потому что реально было круто. Это было что-то новое, это было что-то необычное, к чему, ну, никто не был готов в какой-то степени, да. Никто этого до этого не видел, да. Это казалось чем-то новым, уникальным и интересным. Но когда уже прошло больше двух лет с одними и теми же челленджами, то понятное дело, что уже от того интереса остался, ну, я не знаю, там, микромоментик, когда ты просто заходишь туда и смотришь. Ага, так, в этом месяце устройств интересных нету, так, значит, туда даже не смотрю, просто там соточку танкоинов за то, что я пройду заданки, я получу. Или там, ага, зашел, посмотрел, ага, есть интересное устройство, можно пройти челлендж, купить боевой пропуск. И все, да, и все, вот весь интерес. А когда это все дело начиналось, я с таким желанием влетал просто и думал, так, надо быстро-быстро-быстро получить. Я фармил просто, что бешеный, и так было у большинства игроков, они старались, потели и старались все это дело набивать очень быстро. Сейчас же, ну, это чистый дефолт, да, еще и когда ты заходишь там в матчмейкинг и видишь кучу приварок и игроков, которые не умеют играть, ну, это вообще габела полная, просто фул габела. По заданкам, ну, наверное, тоже все однообразно по поводу супермиссии. Нет ничего нового, нет ничего интересного, альтернативного, все по дефолту. Да, то есть, мое видение всей ситуации, да, и что я бы изменил бы, да, то есть, что бы я предложил. Все-таки тот акцент, который они полностью убрали с ББП боев, то есть, всех прошек, все про-битвы, то, что они забили на них болт, это ошибка. Полная ошибка. То есть, я понимаю, да, то есть, ну, есть заработок, там, есть приход от матчмейкинга хороший, плюс акцент мобилочки, но я не вижу проблемы вместе с этим дополнительно реализовывать прошки. Когда у нас только начинались бои и когда там были заданки, в один момент все перешло в том, что, как бы еще матчмейкинга не было, но были про-битвы и были дефолтные битвы, да, которые там создавались. И дефолтные битвы с ЗКД расходкой на тот момент времени, когда там появились и прошел какой-то период времени, это было где-то за месяц до матчмейкинга, чтобы выполнять заданки, нужно было тоже в них заходить, да. То есть, там, ну, был промежуток времени, кто помнит, тот помнит. И те же самые игроки, которые катали в прошках, они заходили в эти, ну, так называемые матчмейкинговые бои, то есть, они совмещали и то, и то. То есть, так же само полноценно сейчас игроки могли бы выполнять и челленджи, и играть в про-битвах. Если бы там были бы так же само, повышенный опыт, повышенные фонды, да, то есть, если у нас сейчас на постоянной основе в игре Х2 опыт и Х2 кри, не считая премку, да. А на ивентах у нас это еще удваивается, то есть, на Х4 туда и на Х4 туда, плюс еще сверху премка летит, да. Ну, я надеюсь, что это все знают, то если бы у нас бы в про-битвах, даже не Х4 бы делали, да, на этих ивентах, а просто бы на ивентах, хотя бы на ивентах, как бы делали Х2 везде. То есть, и в прошках, и в ББП боях. Это было бы четко, интересно, и большинство игроков, которые раньше играли в про-битвы, я уверен бы, чтобы заходили на такие там акции, венты и прочие движения, чтобы просто почелировать, по кайфу покатать в прошечках, в цпшечках, там, в разных боях. Потому что, ну, интерес раньше был в том, что ты, как бы, каждый день заходил и смотрел, так, тут есть грабочка какая-то интересная, тут есть такая каточка, создал другую каточку, ты создавал то, что ты хочешь. Сейчас ты пикаешь быстрый бой, там тебя закидывают на какую-то шляпу усатую, еще и ботов каких-то накидывает, и все. И все, и твой вариант, это просто выйти в складки. В эти складки пикнуть новую и получить все тот же самый расклад. Весь тот же самый. И, ну, я не знаю, но это уже так наскучило все однообразие с этим матчмейкингом. Я не знаю, я бы уже давным-давно бы делал бы альтернативу и возвращал бы прошечки, да, чтобы это было так же актуально, как это было раньше, да. Плюс я не говорю про то, что делают с вооружениями, да. То есть, есть моменты, когда вводят супер имбовую темочку, на ней вы дико разваливаете, потом вы ее покупаете, они смотрят статистику, и вся имба улетает в нерв. Просто вся имба жестко летит в нерв. А то, что нагибало, ну, как бы, ну, в общем, купили, молодцы, молодцы, ну, и оставьте себе, да. То есть, уже больше оно не будет нагибать. И все это, конечно, складывается в то, что появляется очень много негативных моментов у игроков, и потихонечку происходит отток. Раньше в таком количестве таких проблем определенно не было. И для того, чтобы удерживать как минимум аудиторию, как минимум удерживать, нужно давать какую-то альтернативу, делать какие-то новые, обновы, новые, ну, даже не ивенты, новые какие-то вообще вещи в игре, новые, что-то новое. Да, как вот в свое время придумали челленджи, так же самое должно быть что-то новое, помимо вот этих дефолтных челленджей, супермиссий, ивентов. Скоро выйдет, я надеюсь, что скоро выйдет новый интерфейс, в котором будут, возможно, предложены новые варианты, новые какие-то там контракты, если я не ошибаюсь. Есть возможность сделать достижения с дополнительным интересом, с призом за каждое достижение, хоть они были бы даже и небольшие. Есть возможность реализовать ту идею, которая была изначально с кланами, когда говорили о том, что будут особые задания у кланов, будут какие-то другие темочки, которые будут непосредственно связаны с самими кланами. И будут какие-то определенные клановые даже бои, вне зависимости от танки спорта, да, и от киберспорта танкового, да, то есть непосредственно внутриигровые кланы. Все эти моменты до сих пор не реализованы, до сих пор нету ничего нового, а если так уж подумать, то можно много чего сделать, можно много чего придумать, и на все это всего лишь нужно чуть-чуть. Это желание сделать что-то годное, при том, что я уверен, что большинство из них, из разработчиков, понимает, что все идет вниз. Но, возможно, они даже сами не знают, что им нужно сделать, дабы все шло не так печально, да. Может быть, им и хочется как-то это сделать, но они не понимают до конца. И здесь я могу сказать одну простую вещь, которую я говорю очень, говорил очень много раз, и скажу сейчас. Для того, чтобы делать свою игру лучше, в нее нужно играть, а если ты не играешь в свою игру, ну, значит, ты не можешь сделать ее лучше. Ты делаешь ее так, как ты ее видишь, но ты не играешь в нее и не понимаешь, что ты делаешь какую-то ерунду. А если бы ты играл в нее, ты понимал, что здесь нужно сделать, и делал бы более грамотные и правильные решения по отношению к игре и те вещи, которые хотели бы видеть игроки этой игры. Как-то так, друзья, как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу того, что у нас в игре падает онлайн, играете ли вы в игру до сих пор. Если да, то что вас удерживает в этой игре. Пишите, что думаете. И что нужно сделать. Что нужно сделать разработчикам, чтобы у нас что-то пошло не по наклонной вниз, а хотя бы на одном уровне или постепенно вверх. У меня, друзья, на этом все. Поддерживайте видео ролик лайком. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. С вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok